Здравствуйте. Вопрос по этапам. 14-й и 15-й этап. Хотя бы ориентировочно, если это возможно. Примерная их длительность и когда завершится 15-й этап. Сами этапы разработал я. Потому что надо было с нуля сделать фактически целую отрасль. Но инвестиции привлекал не я, а инвестиционный фонд. И этот меня не зависит и независимо. Но вы знаете, что не все инвестиции до нас доходят. Есть реферальные выплаты, есть отъемы имущества в Литве и так далее, есть потери. И вот за то, что дошло до нас, мы сделали, видите, как много. И в этапах мы не знали, будут ли фосмажоры. Они были и не раз, вы знаете. Та же Литва бросила нас на два года. Но тем не менее, посмотрите, как мы много сделали. Даже вот в этих условиях. И поскольку финансирование было недостаточным на всех этапах, ни один этап не закрывался по плану. Ни один. Просто нельзя было тянуть, потому что один этап тянуть 10 лет, что ли. Поэтому все этапы были закрыты с недофинансированием, что вы знали. А многие думают, о, уже там столько-то этапов закрыли, уже столько денег собрали. Да это не так. И во многом это зависит от того, как сработают наши инвестиционные фонды. Понимаете, это от меня не зависит. Мы работаем с колес и делаем то, что мы можем делать сегодня, исходя от тех возможностей, которые у нас есть сегодня. Понимаете? Поэтому мы движемся быстро вперед. Скоро будут адресные проекты. Очень скоро. Скоро пойдут крупные инвестиции. Очень скоро. Скоро заработают криптовалюта наша. Хотя это часть другой программы. И очень скоро мы отстроим нормальное, серьезное финансирование. Скоро. Я могу так сказать. Дату я назвать не могу. Тогда мы закроем все эти этапы. Ну, понимаете, SkyWay это же не благотворительное общество или фонд. Что мы можем сделать? Если от того поступят заказы и будут финансированы, мы будем делать то, что те же струны, дороги строить или это. А сами мы не можем. У нас нет на это денег, чтобы кому-то помогать. Дай Бог, нам бы помогли. К Форду не обращались, например, с Нигерии, не говорили, а чем вы нам можете помочь? Они покупали автомобили и этим помогали Форду развивать промышленность. И он ее создал, автомобильную промышленность. Буквально меньше, чем через месяц я вообще узнал о существовании этого проекта, о существовании вас. Был удивлен, потому что, ну, как-то в мире капитализма все завязано на деньгах. А тут для людей эффективно, эргономично, дешево, быстро, уникально. Это большая победа не только вас, но и всех тех, кто помогал все это время. И я готов хоть сейчас, с любой секунды, любой минуты, выполнять все ваши указания, состоя из вашей команды. Заявление или резюме могу лично вам дать? Нет, лично спасибо за поддержку, за вот такое отношение. Очень большое спасибо. Нет, лично мне не надо. Я не занимаюсь набором кадров. У нас есть компания, там есть отдел кадров и так далее. И у нас действительно кадровый голод. Нам нужны десятки специальностей. Если по вашей специальности нам нужны специалисты, ну, возможно, вы придете к нам работать. Я не знаю этого. Есть такой сайт jobs.tut.by. Там размещены десятки вакансий ООО «Струнные технологии». Зайдите, посмотрите, создайте свое резюме, откликнитесь. Если вы нам подходите, добро пожаловать в наши ряды. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, Анатолий Эдуардович. И мы благодарим Бога, что вас послали на эту землю. Потому что ваша дорога – это не просто небесная дорога. Это защита людей, землян. Это защита экологии. Это защита животных. И я, как представитель Международной экологической организации, которая существует в Украине, вам хотела задать вопрос. Транспорт – это прекрасно. А скажите, когда вы будете строить города для людей, тоже экологически чистые, безопасные, в которых люди могут дышать свежим воздухом, пить чистую воду и есть чистые продукты? Спасибо большое. Первый шаг в этом был сделан. У меня давно возникла идея линейных городов. И я первый грант Организации обедных наций на эту работу получил в 1998 году. А второй грант – в 2002 году. И я помню встречу с заместителем генерального секретаря Организации обедных наций, Клаус Тофер. Он до этого был министром инфраструктуры Германии, объединенной Германии. И мы встречались с ним в Мальмео в Швеции, где я привез одну из первых моделей струнного транспорта. И он говорит, у вас хороший проект, хорошая технология. Сейчас идет активная урбанизация. Население городов мира возрастет на где-то 3 миллиарда человек в течение 20-30 лет. И люди пойдут жить в существующие города, в Нью-Йорк, в Мехико, Токио, в Москву и другие города, где для них нет жилья, нет рабочих мест. Для их детей нет школ, нет больниц. Но они туда полезут жить и работать. А куда? А если вот вы покажете и сделаете это, то мы будем продвигать проект. Они не реализуют, они могут только продвигать проект. Для того, чтобы в эти наши линейные города, построены совсем другие логики, пришли жить миллиарды человек. И вот второй шаг серьезный сделан уже в этом году. Как я сказал, мы стали экспертами и партнерами ООН по умным городам. В данном случае, читай, линейные города. Мы можем туда через ООН провести свои взгляды, технологию строительства принципиально другого типа городов, где земля отдана для жизни. Растениям, цветам, садам, животным, людям. Мы сейчас же с земли, сейчас же без фермы. И надо ходить по траве, а не по асфальту. Не босиком лучше всего. Чтобы дети бегали, не боялись, и родители не боялись, что их задает автомобиль. Потому что транспорт на втором уровне. И он безопасный, экологически чистый. Поэтому в следующем году уже будут серьезные подвижки в этом отношении. И у нас уже появится скоро трибуна, в том числе трибуна ООН. Для продвижения вот этого направления. Вопрос. Вы планируете построить, ну компания планирует построить тысячи километров, а то и сто тысяч километров, миллионы километров дорог. Понятное дело, что человеческими ресурсами просто человек не сможет это физически сделать. Это должна быть какая-то роботосистема. И на одном из вебинаров проскочила информация, что у вас существует какая-то идея, зарисовка, или уже может какой-то проект имеется, ходячего робота. Что именно у вас сейчас есть, помимо просто идеи? Ну, во-первых, я не согласен с вами, что только роботы могут строить. Когда Генри Форда спросили как-то, вот его мечта какая. Он говорит, хочу, чтобы зерной шара поясали автомобильные дороги. И постоянно 36 миллионов километров дорог. Но я что-то не видел там роботов. Но это за сотни лет, а мы что-то говорим? Нет, подождите, а на итоге что за год? Вы что, когда автомобиль появился, а в 50-х годах в Москве по Красной площади еще телеги ездили с лошадьми. Замещение будет идти десятки лет, тут не надо иллюзий. Я инженер, я понимаю, что нельзя мгновенно это сделать. Поэтому роботизация будет, безусловно, и автоматизация будет, безусловно. И первые, не то что наметки, уже серьезные проработки, вы можете найти в той же монографии, о которой я говорил, где есть даже иллюстрации, когда робот-завод как шагающая машина идет, переступает через реки, проходя болото, у него длинное, и после себя оставляет готовую дорогу. Такой проект есть, и он есть в монографии. Но мы не можем создавать этот робот сегодня. Чтобы создать надо минимум 100 миллионов долларов. Но создадим робот, вот это ничего не будем делать, никому он нужен. И что он будет строить? Это понятно. Да. Поэтому сейчас мы не можем ничего продемонстрировать, но потом продемонстрируем, поверьте. И эти технологии уже и дальше продвинулись. У нас уже есть дрон. Это робот. А для чего дрон? Он, думаете, так просто появился, что ли? А как в горах строить? Как туда опору завести? А как, допустим, стуну через реку перетянуть? И не только для этого. Военный вертолет. Летчик застрахован на 5 миллионов долларов. Второй летчик тоже на 5 миллионов долларов. Для того, чтобы обучить летчика, надо 5 миллионов долларов. Еще страховка. Потом сбили самолет с летчиками или вертолет. Представляете, какие потери, да? А это железяка сбили, так это. Потому что он робот. Поэтому роботы мы делаем не только то, что чисто касается SkyWay, но и все сопутствующие технологии, отрасли мы тоже там работаем. Добрый день. Я с Екатеринбурга, с Урала. Я вот хотел узнать, когда начнется производство уже в промышленных масштабах мотор-колес, которые разработали? Мотор-колесо как самостатный продукт, он имеет очень маленький рынок на самом деле. У нас нет цели делать мотор-колеса. У нас цель делать мотор-колеса для SkyWay. Понимаете? И мы эту потребность закрываем. А сейчас начнапывать моторы, которые никто не купит, ну какой смысл? Мы можем быстро развернуть производство, производить их тысячами, десятками, это не проблема. Кстати, если у нас есть потенциальный заказчик на крупную партию мотор-колес для автомобилей, а не для SkyWay, тоже оттуда, с того региона из Тюмени, где я, кстати, учился в Тюменском индустриарном институте. Ему нужно несколько десятков тысяч моторов. И также, вторая вопрос, я имею людей из Филиппинез, которые собираются 31 инженереры, которые хотят помочь учиться с вами, и также потратить инвестирующим. Так что они готовы делать какие-то проекты, как бы в полном и государственном проекте, для Филиппинез. Как мы можем подходить к этому поводу, и как они могут поставить какие-то деньги, в том числе последнего финансирования, которые вы требуете? Ну, я говорил уже о закрытии этапов, скоро, дату не могу назвать. Я сказал, почему. По поводу того, что инженеры с Филиппин будут продвигать проект, ну, это как примерно вот есть Боинг, они делают самолёт, инженеры с Филиппин, допустим, продвинут разработку, развитие самолётов Боинга. Ну, это, естественно, так не может быть. Только мы можем продвигать проект, потому что у нас есть кадры обученные, инженерные кадры, которые знают, что такое, как его развивать, как изготавливать и как это в адресных проектах реализовывать. Поэтому такая помощь не нужна. Но если там есть хорошие инженеры, то они могут работать в нашей компании. Ради Бога, мы открыты для специалистов здесь любой струны. Я из Петербурга с интересом, значит, наблюдаю за вашим проектом ещё с тех пор, как у вас был полигон в озёрах. Грузовик откуда стоит здесь сейчас на входе? Мне именно этот вариант струнного транспорта, вот поставленные машины на струны, у вас ещё в книге «100 вопросов, 100 ответов» есть автобус на струнах, казался наиболее интересным и перспективным именно, например, для нашего города Петербурга, где бы он идеально подошёл. Вы, вижу, от этого проекта отказались. Наверное, есть серьёзные причины, по которым вы отказались от того, чтобы реальные машины, грузовики, автобусы ставить на струны, что уже не надо строить модули и сертифицировать что-то. Вот есть автобус, поставил на струны и пустил. Понятно, понятно. Всегда, когда возникают новые отрасли, то то, о чём мы сказали, традиционно возникает. А зачем мы вагоны будем делать? Давайте в виде дирижанса сделаем. Были вагоны в виде дирижансов. Потом автомобили. Давайте тоже в автомобиле в виде дирижанса. Ну, понимаете, всё-таки телега и транспорт общественного – это всё-таки не совсем то, да? Так вот, то же самое. Не надо тянуть из старых отраслей то, что там есть. Ну, не надо паровой котёл тянуть, допустим, в самолёт. И стальные колёсные пары для самолёта, чтобы по рельсам он взлетал, да? Наверное, там нужны свои стандарты. И поэтому вот это то, о чём вы сказали. Решения не оптимальны. Они нужны были не для того, чтобы показать, какая классная машина ЗИЛ. ЗИЛ плохая очень машина. Она расходит много топлива, она тяжёлая. Она ненадёжная, она ломается постоянно. Зачем это всё, да? То же самое и автобусы, они не наши модули. Они абсолютно в другой логике построены. Представляете, едет Юнибус, и там выхлопная труба, и дымок с автобуса на стальных колёсах. Поэтому это как какой-то этап, ну, ещё можно было бы, но он прошёл этот этап. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы можем быстро всё организовать. У нас есть такие возможности и ресурсы. Просто часто одно просто желание иметь проект – это одно. А потом окажется, что там нет ни денег, нет ни возможности и так далее. АПЛОДИСМЕНТЫ И поэтому там, где хотят реализовать проект… АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОЛДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, дорогие друзья! ИЗМЕНТЫ Это была конференция вопросов и ответов… ИЗМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok